МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можем мы начинать или еще рано? Это все. По-моему, рано, да? Еще пять. А у нас половина, да? Да. Тогда будем начинать. Двадцать еще раз. Так. В прошлый раз мы с вами изучали социальное развитие, да? А вот сейчас мы будем изучать социальный прогресс и социальный регресс. Вы говорили про это, мы тоже говорили про это, мы тоже говорили про это занятие процесса. Ну, мы начали говорить. Ну, да. Ну, я думаю, мы постараемся это посмотреть по подошлим. Социальный прогресс и социальный регресс. Вот говорят, что социальное развитие носит интегральный характер. Такие есть высказывания в литературе. Интегральный характер. Что такое интеграл? Что-нибудь знаете, что такое интеграл? Изначально, что такое интеграл? Интеджи. Это целостность. То есть, если брать развитие как целое, то надо в этом целом различать противоположные моменты. Но это моменты целого. Они не существуют отдельно. То есть, не существует... Вот если мы говорили о прогрессе и регрессе, существует прогресс в отрыве от регресса? Нет, а регресс в отрыве от прогресса тоже не существует. То есть, они взаимосвязаны. Не бывает такого развития, в котором был бы только прогресс. Вот мы с вами развиваемся. Развиваемся. В чем тут регресс? Ну, прогресс понятен. Больше знаем, лучше умеем. Да? А в чем регресс? Ну, есть такое обстоятельство, труднопреодолимое. Что вот хочется бессмертия, но и достигнуть его можно одним путем. Не родиться. То есть, совершенно верное средство получить бессмертие. Если вы не хотите умереть, надо не родиться. А если мы родились, вот... При всем различии в возрасте, там, и всех других различиях, есть у нас определенные общие свойства, что в этом жизни, в этой жизни, из этой жизни еще никто не вышел живым. Это противоречие как разрешается? Это противоречие разрешается тем, что... Вот мы вспоминаем, что человек это общественный человек. И поэтому сущность человека в чем? В общественных отношениях. А? В общественных отношениях. Поэтому в своих трудах, работах, заботах, в том, что человек делает в обществе, если он продвигает человечество вперед, в той или иной степени, он в этом смысле себя делает бессмертным. Правильно? Вот скажем, все люди, которые в значительной степени промерлило человечество вперед, они себя обессмертили. Они называются гениями. Кто такой гений? Гений – это талантливый человек. Но не всякий талантливый человек – гений. Например, Гитлер – это талантливый человек? Талантливый. Во-первых, он книгу написал. Вы написали книгу? Нет? Нет. А Гитлер написал? Майн камп. А? Он нарисовал. Он еще рисовал. А вы картину нарисовали? И картину нарисовал? А Гитлер нарисовал. Потом он? Степан говорит, ну подожди, посмотри. Потом. Потом. Ну а полководцем он слабым был или не слабым? Если надо было столько лет воевать. Мощная у нас была вообще машина военная, но мы не сразу соброшили Гитлеровскую Германию, да? Причем и Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, и, так сказать, силы коалиции такой, из трех государств, боролись. И это было очень сложно. Поэтому это говорит о том, что человек, конечно, талантливый. Но он продвинул человечество вперед или затормозил развитие человечества? Затормозил. И пытался обратить его вспять. Был такой план. По крайней мере, для начала 30 миллионов русских уничтожить. Для начала. Ну а поскольку русские, так сказать, рабами их не сделают, то всех, кого нельзя сделать рабами, всех бы и уничтожили. Поскольку была такова практика. На тех территориях, кого нельзя обратить в своего раба, который будет работать на немецкий рейх, тех уничтожать. И даже вот благодаря тому сопротивлению, которое было, вот потеряли, Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Если мы возьмем тех, кто в военных действиях, военных только, немецких и наших советских граждан, то примерно так по 9 миллионов получается. Но поскольку советские войска и Красная Армия не уничтожала мирных жителей, то поэтому, значит, все это ограничилось военными жертвами с немецкой стороны. А поскольку гитлеровцы уничтожали мирных жителей и пленных уничтожали, поэтому получилось, что кроме военных потерь 9 миллионов, у нас еще 18 миллионов. 27 человек, 27 миллионов общее число. Поэтому, ну это один пример, но это очень крупный исторический пример, от которого нельзя отвернуться и абстрагироваться, потому что он всемирно-исторически носит характер. Это затронуло всемирную историю, борьба с фашизмом. Поэтому одно дело талантовый человек, а другое дело – человек гениальный. Гениальные люди – это люди, которые продвигают человечество вперед. Не просто способные, а которые свою способность направляют на развитие. Если вы хотите себя бессмертить – это разрешимая задача. Как человек себя может бессмертить, будучи смертным? Он может себя бессмертнуть своими делами. Никто не вспомнит, что вы ели, как вы причесывались, а всех в ваших деяниях вы бессмертны, потому что из деятельности людей складывается история человечества. И, например, общественное сознание состоит из сознания тех людей, которые сейчас живут, а еще из сознания тех людей, которые сейчас не живут, правильно? Потому что вот все накоплено – вся вот эта литература, искусство, культура, наука – это все вот то, что накоплено теми, кого уже как физических организмов нет. Но они, как и в клип, он продолжает жить в каждой школе, в геометрии и в клип, правильно? Скажем, Архимед. Теорема Архимеда знаете? Да. Если теорема Архимеда дошла от Архимеда до вас, у нас 21 века это было вообще еще до новой эры, да? Закон говорят. А? Физики говорят не теорема, а закон. А, теорема, да. То есть закон Архимеда. Вот то же самое. А Пифагор. Теорема Пифагора. То же самое. Это все. А было целое направление пифагорейцев, которые обожешляли числа. И вот это направление философское, оно как бы так и ушло. Такого оно сильного влияния не получило. А вот теорема Пифагора, она вошла навечно. Вошла, и она бессмертна в этом смысле. То есть то, что добыто в науке, в науке, в искусстве, в культуре, оно бессмертно. Там творение Чайковского бессмертно. Вообще вся классика, если говорить о классике, это что такое? Это такое приобретение человечества, которое входит как бы в ствол, так сказать, в саму сердцевину развития общества. Поэтому оно не может быть несовременным. То есть оно откликается на требования современности просто потому, что оно основу составляет самой этой современности. Оно из основы не уходит никогда. То есть на этой основе все строится. А есть то, что в основу не входит. Вот это временно приходящее. А классические произведения не приходящее. И вот человек, который создал классические произведения, создал такие произведения, которые будут служить всему человечеству и всегда. Скажем, мы не знаем, кто создал Венеру Миловскую, но это же произведение создано раз навсегда. И сколько сохранят именно вот ее, как в мраморном виде, она все равно постепенно, так сказать, подвержена всяким изменениям. Но, во всяком случае, фильмы, фотографии и прочие изображения, они уже не уйдут никогда. Поэтому, что они самые воспроизводящиеся. Их можно повторить. Или скажем, вот Сессерон написал книгу «Три трактата об ораторском искусстве». Очень вам я бы это посоветовал читать, изучить. Потому что это было время, когда Сессерон писал, известный римский оратор. Это было время, когда от того, как человек выступит, зависело все. Сейчас, от того, как вы выступите, не все зависит. Потому что есть телевидение, есть радио, слишком большое значение имеют нормы законов. А тогда, как человек выступит, так и решат. И вопросы о жизни и смерти, и вопросы о собственности, любые вопросы войны и мира решались с помощью воздействия на массу голосующих ораторов. А для этого надо овладеть этим искусством. Вот этим искусством Сессерона владел. Он много над этим работал, много тренировался и объяснял, как надо работать. И если вы хотите избавиться от красного языча, это вы можете, значит, закладывать в рот камни, камешки. И, так сказать, при этом учиться говорить. И справитесь даже с этим, чтобы вы, имея камешки во рту. Если вы хотите, чтобы ваша речь была плавной и не прерывалась тем, что говорили, говорили, а потом остановились и смотрились. А что дальше говорить? Провал. Чтобы не было провала, говорит Сессерон, надо написать свою речь, но не читать. И совсем не обязательно следовать тому, что вы написали. То есть вы написали, и это вам гарантирует свободу в выступлении. То есть вы ни в коем случае не читайте, это как раз вас привяжет к тому, то есть мертвую хватает живого. Нет, вы не надо придерживаться обязательно этой речи, но если вы написали, провалов в речи у вас не будет. Вы всегда, если вдруг у вас где-то тут что-то сорвалось при высказывании, вы вспомните, что было, и пойдете вперед. Или там советы его такого рода, что с чего надо начать свое выступление. Вот представляете, приходите вы, вас никто не знает, не видит, абсолютно. А там весь зал разговаривает. Представьте, как в театре разговаривают в форуме, беседуют о своем. С чего надо начать? Что говорит Сессерон? Начните с чего-нибудь не относящегося к делу. Всегда что-то можно сказать по поводу чего, начнут шептаться, говорят, что-что, что-что, что-что. Раз, 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 и пройдет тогда. Итог, они все обратятся, вот и вы начинаете теперь. А пока можете про черную кошку рассказывать, что я когда ехал сюда, вот тут, и вот черная кошка вышла. И про нее это рассказывают, народ начинает туда-сюда, туда-сюда. Короче говоря, я вот проверял, например, если в начале речи скажешь, товарищ. Потом спрашиваешь, а какое было первое слово, с которое я начал? Никто, никто никогда не помнит. Никогда. Вот я сколько не проверял, никогда. Ну кто-то первое слово будет вспоминать, все помнят там следующее. Никогда, если вот шумно, никогда не говорите «тише». Это вы, это вы сказали так вот, вот девушка в светлой кофточке. Наверное, если вы можете такую услугу сделать, меньше, чуть-чуть тише разговаривать. Это да. Тогда сразу другая. И в черной кофточке сразу начинает. Потому что в плеч этой кофточке и так далее. То есть не в коем случае, а только общие такие призывы, ни в коем случае. И вот начать надо с чего-то серьезного и глубокого. Уже когда вот вы, народ утихомирился, с чего-то глубокого, такого мощного начала. И это у вас, если будет у вас мощное начало и будет пустой конец, то скажут про вашу речь. Да, хорошая была речка, потом превратилась в ручеек, а потом иссякла. Пустыня она, затерялась. Поэтому обязательно надо продумать окончание. Всегда это, говорят, экспромт. Что такое экспромт? Экспромт, как по форме экспромт, это хорошо заготовленный. Вы должны подумать, чем вы закончите. Вы должны причем быть готовы. Вы же не знаете, когда вы закончите по времени. Вы же свободно говорите. И вот вы смотрите, говорите, что осталось 5 минут. А раз 5 минут осталось, вы свой экспромт включите. И завершаете речь под аплодисменты. А если вы это не сделаете, ну, она будет права. А вот в середину можете всякую труху, которую у вас есть, заложить. И эту труху переварят. Почему? Ну, потому что уже к вам привыкли. Хорошее было начало. Но если вы ничем хорошим не закончите, то это все пропало. Поэтому обязательно надо подумать, чем надо закончить свою речь. Ну и кроме того, когда вы будете читать Цицерона, вы увидите, насколько там такой богатый и красивый язык. Как красиво говорят. Вот его упрашивают, чтобы он выступил и рассказал, как выступать. Он говорит, ну что вы, столько достойных людей вот сидит, столько достойных ораторов, молчит, а я буду выступать один. Или он говорит, ну, как можно требовать за выступление деньги? Ну, смотрите, сколько достойных людей. Молчит, а один говорит. И он еще хочет, чтобы за этому деньги давать. Разве это не является само по себе поощрением? А? Ну, это относится к нам, преподавателям. Столько достойных людей пришло, молчит. Преподаватель говорит, он еще хочет, чтобы ему зарплату платить. Ну, платит ему зарплату, но не за это, а чтобы он существовал. Как можно за это, за то, что ты, так сказать, несешь людям знания, еще и деньги давать? Это же в удовольствие деньги распространять знания, правда? Или это такой тяжкий труд? Кому тяжкий труд, не ходите в преподавателе. Поэтому, например, есть такая категория в государстве революции у Ленина в отношении чиновников. Что платит чиновникам? Платит им зарплату или нет? Ленин там пишет в жаловании. Если я ваш чиновник, я, значит, существую для чего? Чтобы ваши интересы представлять, продвигать и так далее. Так я ваши интересы представляю, но сколько пожалуете, за то спасибо. Причем это жалование, говорил Ленин, должно быть не выше средней зарплаты рабочего. Почему? Ну, если я хочу, чтобы у меня была большая зарплата, что я должен сделать? Ну, подумать о том, как сделать вашу зарплату выше. Если она будет выше, у меня будет выше. А делается наоборот, дескать, так, до свидания, товарищи, пребывайте в своем, а я пошел. И пошло. То есть это очень сильная вещь. У меня был в жизни такой эксперимент, когда создали Компартию РФСР и избрали Центральный комитет. Я на этом собрании присутствовал, поскольку участвовал в работе съезда Компартия РФСР и выступал. И даже есть запись этого выступления у нас на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Видеоархив». 90-й год. И вот я предложил избранным членам ЦК Компартия РФСР проголосовать за то, что когда еще не было политбюро, не было секретарей, а вот просто избран членом ЦК и все. Вот давайте проголосуем за то, чтобы установить партмаксимум, что члены ЦК Компартия РФСР в 90-м году образованы. Выступают за партмаксимум, что зарплата членам ЦК будет на уровне средней зарплаты рабочего. И, следовательно, если они хотят ее повысить, они будут вот это биться и сражаться. И как вы думаете, большинство проголосовало за? Нет. И тогда я увидел, что с этим вот каши с этими товарищами не свалишь. То есть люди хотели, что делать? Свою карьеру делать, не поднять весь народ. И мы полетели, а вы оставайтесь. Вот, то есть, когда мы рассматриваем вопрос в этом смысле о развитии, когда мы говорим об этом, то мы рассматриваем человека не как конечное существо, а как бесконечное. Потому что человечество складывается из людей вроде конечных и смертных, а само по себе человечество бессмертно и вечно. Поэтому человек, как общественный человек, тоже бессмертен и вечен в своих делах, в том, что он делает для общества. Поэтому каждый, кто хочет себя бессмертить, пусть он себя и бессмертит. Нет никаких проблем. А у Маркса даже есть такое положение, что история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот говорят, что вот мучились там композиторы или революционеры, страдали, по тюрьмам сидели. Ну тогда счастливые люди, если они принесли счастье, и никого не волнует, как вы страдали. Если вы принесли счастье большинству людей, в этом вас и сущность, вот это счастливый человек. А человек вроде кушал, хорошо ел, хорошо одевался, хорошо, а ничего не сделал. Так он как человек себя не проявил. Как человек себя не проявил, как не проявил свою общественную сущность. И оказался так ближе к животным, чем к людям. Чем к другим животным ближе, чем к людям. Потому что люди, конечно, тоже живут и так далее. Ну вот, так вот, значит, первое, что мы должны с вами зафиксировать, что социальное развитие имеет интегральный характер. И не следует понимать, как бы то ни было, развитие социальное как движение только вперед. Как движение только вперед. Обязательно есть и другое. Есть и позитивные тенденции, есть и негативные. От этого никто не застрахован ни на каком этапе развития человечества. Другое дело, что пока существуют классы, прогресс закрепляется за одним классом, который в этот момент является, борясь за свои интересы, он продвигает общество вперед. А другой класс, борясь за свои интересы, тормозит развитие общества. То есть, вопрос о прогрессе и регрессе, он становится вопросом классовым. Причем, как мы с вами определили прогресс и регресс? Прогресс это что такое? И это такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития. Так? Регресс или реакция, это такая тенденция в развитии, которая совпадает с направлением в противоположном развитии. Пока классы есть, вот эти две тенденции закрепляются за известными классами. Вот мы можем пройтись по всей человеческой истории и сказать, что было время, когда образование классового общества из бесклассового было прогрессивным. Когда? Когда есть первобытный общинный коммунизм разлагался и превращался в рабовладельческое общество. Правильно? Появилось разделение труда, когда одни были рабовладельцами, другие были рабами. Одни создавали материальные блага для других, а другие занимались искусствами, науками. То есть это было еще такое время, когда рабовладельцы еще не разложились сами. То есть они еще сами были воинами, во-первых, да? Это воины, прежде всего, рабовладельцы первоначально. Они же рабов получили в битвах, причем в этих битвах выиграли. Это люди, которые были, так сказать, просвещенными, которые развивали науки и искусство, сами занимались, поддерживали науки и искусство. И вот это разделение труда было началом такого бурного развития уже сферы общественного сознания. Вот тогда впервые стали расцветать науки, искусство и ремесла, которые потом развивались уже все более и более определенно и сложились в определенную систему. С другой стороны, те же самые рабовладельцы, которые привыкли жить за счет рабов, постепенно под защитой своего государства, которое подавляло рабов. А что такое давить? Подавлять или давить? Давить – это от слова пресс. А подавлять – это будет репресс. То есть оно репрессировало этих самых рабов. И рабовладельцы постепенно стали разлагаться. Они ничего не делали. Но те, кто развивали науки, искусство и так далее, они, конечно, и себя развивали, и человечество продвигали. А значительная часть рабовладельцев, она эту функцию не выполняла, и они просто, имея свои условия для развития, не развивались. Потому что не было у них в этом никакого интереса. Они и так у них есть рабы, и так у них будут богатства и вина, и застолья какие угодно, и удовольствия какие угодно, и так далее. Поскольку они принадлежали к высшему классу. Вот в этом смысле можно сказать, что переход к феодализму изменил положение правящего класса. С одной стороны правящий класс был эксплуататорским классом. Но, во-первых, он не мог убивать тех, кого он эксплуатировал. Правильно? Закон не позволял. Раз. Во-вторых, правящий класс весь должен был служить государству. Весь. Все члены правящего феодального класса должны были служить. То есть они или были на военной службе, или на гражданской службе, но все служили. И посмотрите на царя, и все цари были приписаны к какому-нибудь полку, имели соответствующее звание, и не очень высокое. И ходили очень часто в военной форме, и тем самым и выполняли определенные обязанности, которые нужны для того, чтобы воспитать в себе и волю, и умение действовать решительно и так далее. То есть вообще феодальный класс себя держал достаточно строго в этом отношении. Хотя, ну вот мы знаем из более древней истории в отношении рабовладельцев, например, спартанцы. В спарте они рабов за пьянство щекли плетьми, а если патриции пьянствовали, их просто уничтожили. Сами патриции. Поэтому вот то, что было в те времена, во многом было взято на вооружение и феодальным классом. И поэтому вот и снеженный, и разложившийся феодальный класс уже стал когда? Ну вот уже где-то к 19 веку, когда уже они тут и кутежи у них, и балы, и у них всякого рода застолье. А они такого прогресса уже не осуществляли, а они, как говорится, были паразитами на теле развивающегося уже общества. Потому что уже экономика не только в промышленности, в городах, но экономика уже и в сельском хозяйстве тоже стала буржуазной. И этому мешали эти самые землевладельцы, и они, как гири, сели на ногах у всех. И стали классом реакционов. Поэтому, когда мы берем именно социальное развитие, то мы различаем там не просто действия отдельных личностей, а мы различаем действия классов. Вот феодальный класс, который был изначально прогрессивным и который боролся против рабовладения, и этот же феодальный класс, когда уже стала наступать эпоха капитализма, превратился в класс реакционный. И поэтому с этим реакционным классом боролась буржуазия. И буржуазия в это время была прогрессивной. Прогрессивность буржуазии выразилась в том, что она выступала за материализм. Прогрессивность буржуазии французской, например. В Великую Французскую революцию выразилась в том, что она выступила против соединения государства и религии. Она выступила за отделение церкви от государства. Это было величайшее завоевание человечества. Дескать, вот государство, а вот церковь. Церковь занимается, как говорится, душой, и она не лезет в государственные дела. А государство занимается правлением обществом и дела, так сказать, совести не вмешиваются. Можно считать, что в последнее время мы с вами наблюдаем потери этого завоевания Великой Французской революции. И что мы сразу наблюдаем? Мы сразу наблюдаем, что если мировоззрение во многом вместо материалистического становится религиозным, то тогда сразу появляются и снова всплывают все формы религиозности. И такие, которые являются безвредными для человечества, и те, которые являются античеловеческими, антиагрессивными, реакционными. Вот, так сказать, если, давайте, пусть расцветают все религии, то пускай расцветают все формы ислама. А есть такие формы ислама, которые связаны с убиением неверных. Вы не верите в нашего пророка Мухаммеда? Ну тогда вот у меня есть, вот стоит. Это привыкзачок. Причем это же людей убеждает, молодых, что они сразу попадают в рай, а вы вот, если вы неверные, то вы попадете в вас. А они сразу в рай. И это же не то, что люди долго-долго-долго там они верили. Вот они еще, неокрепшие души, они на это ведут. И хлеб будет постоянно обучен и любят. А? И хлеб будет постоянно обучен и любят. Да. А вот посмотрите, что, ну если у вас в обществе начинает религия приобретать такое высокое значение, первостепенное, выше государства, выше того, что делается в этом государстве и в обществе, то тогда понятно, что если, значит, руководители ходят и ходят по православным храмам, а почему они не заходят в мечети? Хотя уже с открытием мечети участвуют. Хорошо. А тогда почему вы не заходите в псинагогу? А почему вы не приходите в храмы буддийские? И тут вдруг начали закрывать, сейчас закрывают, свидетели Егова. Вот почему? Свидетели Егова возмущены. Я тоже вот столкнулся в одно время с свидетелями Еговой, они пришли и стали меня допрашивать. Приехали в Ульяновку, где мы были на субботнике, и там стали приставать к нашим товарищам, они же с книжками ходят и говорят, вот как вы там относитесь к религии? Ну и наши товарищи отправили ко мне, говорит, там Михаил Васильевич, он Библию читал. Вот они приходят с этой всей литературой и говорят, Михаил Васильевич, вы действительно Библию прочитали? Да, говорю, я действительно Библию прочитал целиком, и Ветхий Завет, и Новый Завет. И что? Говорю, книга какая хорошая, такая хорошая, полезная, историческая, много мудрых мыслей. Я говорю, а вы кто такие? Он говорит, а мы свидетели Еговой. И что, говорю, и видели его? А я говорю, нет. Ну так вы, говорю, не свидетели, это же было же свидетели. Они как схватили свои книжки и бегом. А вот если вы по Коломярскому проспекту едете, там есть такое здание над ним, так вот вывеска такая, свидетели Еговой. То есть у них мощное помещение. И вот этот Верховный Суд закрывает сейчас, решает вопрос о закрытии этой всей, как экстремистской секты. Ну, если у вас на первом месте религия, уж у религии какая религия есть. То есть если вы такое место религии предаете в обществе, что она соединяется с государством, она должна быть, так сказать, частным делом самих верующих. А почему в этом участвуют лидеры государства? Почему одна религия лучше, другая хуже? Потом самые большие драки идут между представителями разных религий. Вот с атеистами меньше всего дерутся, вы не заметили? Ну, если я скажу, что я вот неверующий, ну и никто с этим не будет. А если я скажу, что у меня у вас один Бог, а у меня другой Бог. У вас неверный Бог, а у меня верный Бог. Так неверный, а что же надо сделать с неверными? Вот. Смотрите, она в черном. Смотрите, она в черном, она не случайно одела черный. Что там у вас написано в компьютере? Так прямо и сказано. Я тоже одел черный, мы с вами. Ваше дело? Тяжелое. Не, у вас там есть один товарищ светлый тоже? Не знаю, кто победит. То есть эти игры с религией, вот такого рода, игры, которые затевает государство, они противоречат идеалам какой? Французской буржуазной революции. Тут ничего коммунистического нет, ничего марксистского нет. Это вот материализм появился ведь тогда, и расцвет был. Отделение школы от церкви, или церкви от школы, и церкви от государства. И в школу хотят привнести, давайте будем там, значит, православную этику. Почему православную? Почему не этику иудаистскую? Почему не этику мусульманскую? А почему буддийская этика? А кришна этой? Чего здесь уходит? Он сейчас парк. Я живу недалеко от Ландского парка. Он же был, парк Челюскинцев раньше назывался, ну, ирландской. И вдруг вот нучкой идем, и такой грохот, звон, и много разрядных смотрим, значит, с мобильниками, и завернутые в индийские такие одежды идут, собираются туда. Человек восемьсот. И впереди большой интеллект изукрашенный, и они там пляшут все хорошо. Харе-харе, харе-рама. Харе-харе, харе-кришна. Кришнаиты. Ну, вроде как и безвредно. С другой стороны, это одно и то же повторяет, талдычит. Ну, дело хозяйское, как говорится, никому там они особенно не мешают. Только белок распугали, так сказать, белок там уже нету на том месте. Они, наверное, как вы услышали это все, и где-то по дуплам сидят и ждут, когда это проедет. Все-таки парк-то, он не место для, так сказать, отправления религиозных каких-то своих обычаях. Ну, вот, тем не менее, вот мы там это наблюдаем уже. То есть, выплескивается. Теперь, значит, хорошо, говорит, так, раз у нас все религии одинаковые, давайте строить. Сколько церквей православных, столько настроим мусульманских. Не знаю, а как же у нас быть синавогами, надо как-то позаботиться, чтобы тоже их было немало. То есть, каждый вот как делает микрорайон, туда обязательно все. Так у нас скоро все деньги уйдут на это дело. А с другой стороны, вот если есть какие-то верующие, они собирают свои денежки, ну, это их частное дело. То есть, самое было правильное решение, с точки зрения, так сказать, передовой буржуазии, что вы к вам что-то веруете, это ваше дело. Мы к вам не лезем в душу, потому что вы веруете. Вы вот делаете свое то, что вы обязаны перед государством, а это ваше дело. И никто не вправе вам, и мы должны это уважать. Вот то, что, скажем, было во Франции, когда люди там, ну, что там, в журнале Хебдо, вдруг стали издеваться над короком Мухаммедом, это противоречит вообще, вот, опять вот, идеалам именно французской буржуазии. Во Франции настолько реакционным стало отношение к религии, что они стали допускать издевательства над чувствами верующих. Не важно, в кого вы веруете, ну, почему я должен делать карикатуру на того, кому вы поклоняете. Значит, давайте делать будем на Христа карикатуру, давайте на Будду делать у него рук много, давайте еще пририсуем и нарисуем его этим сороконожкой. Ну, можно до этого далеко зайти. Более того, собирается ли генеря государства, у нашего руководства хватило ума, они отправили только министра иностранных дел на это зрелище, а то идут, за руки взялись и пошли, Яхебдо все. А то есть вы тоже присоединяетесь к тому, чтобы высмеивать пророков Мухаммеда? Ну, тогда ждите, так сказать, кого ждать надо. Ну, кого надо ждать после этого? Террористов. И они пришли. Это удивительно? Неудивительно. То есть я хочу сказать, что этот вопрос о прогрессии и регрессии, он очень больной. Поэтому не надо поднимать темные силы. И не надо вот то завоевание, которое человечеством сделано, выбрасывать в помойку. Потому что то, что вот, скажем, ну, у нас была набережная Робеспер. Ну, Робеспер это буржуазный деятель. Ну, он не коммунист. Вы там все коммунист. Оставили пролетарской диктатуры, а Робеспер убрали. Как-то это нелогично. Или комиссара Смирнова оставили, а Робеспер убрали. Тоже нелогично. Ну, если считать, что вы на все наступаете коммунистическое, ну, убирайте Ленина тогда. Так, Маркса. Проспект Энгельса, на котором мы живем. Энгельса, Маркса убрали, был проспект Маркса дальше. Большой Сапсонинский. Энгельс вспомнили, капиталист. Нет, оставим. Оставим. Ну. И тут вдруг, и чем стало это? Кто это? Почему это? Кто уполномочил нашего губернатора такой решать вопрос, чтобы выкинуть этого Робеспера с набережной и поставить его в воскресенское набережное? Потому что там церковь была воскресенская. Но если он губернатор, то лишние его взгляды, отношения к нас, пусть он будет сто раз верующий. Я уважаю его веру. Но не надо из этого. Он же на посту стоит, чиновник. Зачем ты влезаешь в дела, взял и переименовал своим решением? Что у нас кто-нибудь принимал или кто-то требовал, кто-то просил? Общественность требовала убрать? Хорошо, у нас еще осталась, вам говорят, у вас осталась улица Марата. У тех, кто признает прогрессивную роль французской буржуазии. Марата осталась? Но, может, вдруг ее переименуют? Но говорят не переименуют. Знаете почему? Почему? А она называлась Грязи. Грязи могут не переименовать. А этот самый Дзержинск то ли Растяпин он назывался, то ли Нахапин он. В общем, кто-то еще-то его не с энтузиазмом хотят переименовывать. Дзержинск оставили под Нижний Новгород. Короче говоря, вот когда совершаются какие-то общественные извинения, надо о чем подумать? Не надо допускать движения вспять. Вот, скажем, возьмем, если взять сферу духовную, вот, скажем, среди молодежи, очень среди, даже не молодежи, а среди школьников, детей, такое распространение большое получили романы. Жан Роулинг, Гарри Поттер. Ну, кто там главный герой? То есть роман считается очень хорошо, увлекательно написан. Ведь талантливый совершенно точно, талантливый автор. И с психологической точки зрения, там, переживания школьников, там, их дружба, их учеба, все это очень хорошо передано. Но! Кто в центре события? Всегда в центре события все-таки был народ. И одни, там, скажем, добрые волшебники ему помогали, а злые волшебники ему мешали. Так получилось исторически, так получилось традиционно, и так в народных всяких наших сказках и верованиях сохранилось. И закрепилось в искусстве. Например, возьмем Лебединое озеро. Был там злой волшебник. Он там злой герой. Доброго волшебника там вообще нет. Но там может человек сразиться с темными силами и победить. Такая была сильная любовь у принца, что он сразился с роботом, оторвал ему крыло, и девушки все из лебедей превратились в девушек. А не так, что они временно девушки, а потом в основном лебеди. Или возьмем Золушку. Кому посвящен балет? Парковьева Золушка. Он посвящен, можно сказать, девушке, которая у мачехи жила и работала, трудящаяся. Замарашка, можно сказать. Но замарашка не потому, что она неопрятная, а потому, что она все время там метала, убирала, варила, стирала и ей все давали стирать. А мачеха и ее, так сказать, названные сестры, они ходили по балам и ее с собой не брали. А она должна была оставаться здесь, как говорится, заниматься. Почему она? Золушка, что вот, что делала золу гриба из печи, и пока там на балу, чтобы вся печь была очищена, и все было вымыто, и высорено, и так далее. Ну и как вот, там есть, так сказать, эпизод, или есть герой, фея, которая ей помогла. То есть вот как-то, ну кто-то должен же помочь. Вера из какие-то светлые силы, которые хорошим людям помогут. Не только плохим помогать, но и хорошим. Помогла же. Раз и превратила ее платье в прекрасное бальное платье. И у нее появились хрустальные туфли. Из тыквы сделала карету, а из крысы сделала кухером. Тех, кто сопровождал ее поездку. И там она прекрасно танцевала. Единственное, что надо было, когда бой часов, и Тонь опоздала, и все равно ее выручили в итоге. Примерили и определили, что она. И добро победила. Так. Было еще, можно сказать, одно произведение тоже, которое действительно берет эти вот какие-то верования, которые, конечно, уже относятся к глубокой древности, когда люди верили только, что ветер – это Бог. Гром – это Бог. Так. Солнце – Ирила. Это еще один Бог. Многобожие потом, да. Но прежде чем было многобожие, сначала были просто колдуны и некие там духи злые или добрые. Но главным все-таки объектом было рассмотрение в искусстве. Кто был? Ну, все-таки народ был. Главный. И отношение этих всех вот добрых. Возьмите греческую мифологию. Были же герои. И вот этим героям боги помогали или мешали, да? Какие-то. И они, эти герои, продвигались вперед. Это люди, которые боролись и побеждали не с не мелкими страстями какими-то, а с какими-то серьезными намерениями. Возьмем еще одно произведение «Спящая красавица», да, Чайковского, в этом балете. Ну, такая вот решается проблема, что приглашали, приглашали всех фей. И список составил король. И в списке вот у него оказалось недостача, забыл фею Карабос. Всех фей пригласил, а эту забыл. И даже фею щебетчую канарейку пригласил, а Карабос забыл. И Карабос тогда затаила и говорит, что умрет этот ваш ребенок. Ну, что страшнее может быть, что ребенок умрет еще, младенец. То есть очень злая эта фея. Но добрая фея же с ней сразилась и сделала так, что она не умерла. Правда, пришлось, так сказать, на сто лет задержать ей все развитие. Проспали сто лет, но все тогда спали. Мы короли, королева и все слуги. И через сто лет пришел принц, поцеловал девушку и все. И, так сказать, все это злодейство пропало. И злые чары все-таки не восторжевствовали. Теперь берем еще одно произведение. Старик Катабыч. О том, как... Это произведение советского времени. Когда мальчик Волька нашел сосуд, потер его, открыл. И оттуда старик Катабыч появился. И он такой колдун оказался круче, чем в книге Гарри Поттера. Потому что ему не надо было ни волшебные палочки, ни какие-то там обучения длительные. Он сразу так вырвет несколько волос. Трах тебе тох, 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 тох. Что надо? И раз, и этим футболистам ничего не бегают за одним мячом. Раз, и каждому по мячу. И пусть они там, каждый с ними играет. Что драться из одного мяча? Что такие бедные все? Он начал, так сказать, все свои колдовства делать, а ему этот Вольк объясняет, что вообще-то мы обходимся без колдовства. Хотя с удовольствием прокатился на ковре самолете. А тот же Гарри Поттер катался на метле, как ведьмы прежде. Ну уж, по крайней мере, то есть что бы получилось, что вот было время и было определенное общество, в котором как бы люди старались создавать самолеты, учиться, развиваться, повышать свою культуру. И они не очень зависели от каких-то там злых духов, понимали, что они сами строят свою жизнь. И вот наступило время какое? Нынешнее. Вот какой сейчас капитализм? Не передовой. Почему? Потому что его время, когда буржуазия была передовым классом, оно закончилось. Теперь, что мы имеем в современном обществе? Такое разделение на богатых и бедных. Очень сильное. И это разделение на богатых и бедных, одни, которые все могут, у них, как говорится, они как волшебники. Чего надо, то и получат. Куда надо, туда и поедут. Чего надо, то и добьются. Это успешные. А есть неуспешные или лохи. Вот у вас есть корабль? Нету. У вас радиостанции есть? Нету. Ну, в общем, с вами мы не удались. И вот в книге Гарри Поттера посмотрите, кто является главным субъектом. Главным субъектом является не народ, которым помогают там жлые или добрые волшебники, а сами эти волшебники. Вот они главные, так сказать, фигуры. А маглы или муглы, то есть обычные люди, не волшебники, они как бы за кадром. Их судьбы уже менее волновы. И вот там есть обучение, причем и простые люди могут тоже попасть в эти волшебники. Вам это не напоминает, что вот при крепостничестве пришел Михаил Васильевич Ломоносов в Санкт-Петербургский университет и здесь выучился и стал вообще крупнейшим ученым. То есть могут пробиться и простые люди, как бы и в эксплуататорских обществах. Не надо так изображать, что вот невозможно. Люди же нашлись и в том числе в классе каком? В классе верхнем, феодальном. А у дюкабристов, разве не еще одно, это разве не добрые волшебники? Жизнь своей рисковали за освобождение крестьян. То есть и в этом классе. Но разделение на классы присутствовало. Оно как-то отражается в искусстве, тоже отражается в искусстве. То есть есть люди, и вот представьте, там есть школа этих самых ведьмных. Во-первых, ведьмы это же все отрицательные герои вообще, ведьмы. Но вот есть вот волшебных и ведьмных искусств. И в этой школе Хогвартс учатся люди, у которых даже учебники не бесплатные. Им надо эти вот, потому что у волшебников тоже платные учебники. Вот мы учились с коллегой на матмехе. Мы пришли, нам все выдали в библиотеке. Ни копейки мы не потратили, ни на один учебник. Все, на все пять курсов мы получали каждый год все, что надо. У нас круче был Хогвартс. Если иметь в виду, что какие отсюда выходят волшебники из нашего университета. Ну у нас Кикеренский отсюда вышел, премьер-министр. Ленин отсюда вышел из нашего университета. Он председатель Совнаркома. Медведев, который был сейчас председателем правительства и был президентом, тоже вышел. Дальше. А товарищ Путин тоже вышел из юридического факультета. Кудрин, министр финансов, у меня дипломником был. Он тоже волшебник. У нас вообще волшебное все. Красота. И как-то мы обходились от того, чтобы там ходить и покупать себе какие-то колпаки, доробы. И вот, и хорошо, что у этого Поттера оказалось, хоть у него родителей нет, но счет-то у него есть. У вас счет есть большой, много золотых монет есть где-нибудь там под землей? Нет в банке. А тут есть. Хотя вот некоторые люди вроде так. И какие у них там, и за что борются? Всю жизнь борются. Там вот эти все волшебники, они за интересы, так сказать, народа, за лучшую жизнь для всех не борются. Они борются все время с темными силами, как бы самим не умереть. Вот Гарри Поттер все время под угрозой. Или его убьют, или он убьет. Кого? Вальдеморта. То есть, сами знаете кого. Только не называйте имя Вальдеморта. Вот главное это имя не называть и бороться с ним в 8 романах. И бороться, и бороться, и бороться, и каких-то шансов нет. То есть, не устройство другое общество, не борьба за всеобщее, так сказать, просвещение. А вот они все обучаются. Они обучаются. А что там обучаются другие или нет? Ну, кого-то могут и взять. Если вам придет, сова принесет письмо. То есть, вы тоже можете оказаться в этой школе. Вам сова принесла вот письмо, что надо прийти сюда вот на факультет журналистики? Нет? А вам? Сами пришли? Угу. На свою волшебницу. Да, так просто сюда не приходят. Ну, Гарри Поттеру сова принесла приглашение, а вы сами пришли. Что-то вы, да, надо вообще присмотреться. А компьютер вам выдали, наверное? Нет. Вот это только на предыдущей паре рассказывали. А вы, наверное, поколдовали раз и компьютер. Волшебной палочкой. О, да, здорово. Здорово. То есть, какой-то такой узкий мирок. Ну, и чем заняты? Ну, хорошо. Ездят на метле и играют в футбол. Ну, в футбол на метлах. То есть, в 3D. У нас футбол в 2D, да? На поле, на плоскости. А там в 3D. Вот и вся разница. Ну, если сейчас уже в космос люди летают. Сейчас в космос летают. На дельтапланах летают. На самолетах. То есть, как-то люди уходят в какой-то узкий мир этих самых волшебников, выдуманных, вместо того, чтобы думать о том, какие чудесные вещи у нас есть в науке, в истории, в культуре, в литературе, в жизни, в труде. То есть, и наша, в этом смысле, молодежь погружается вот в такой выдуманный мир. И она из этой книги мало что, ну, кроме психологических всяких отношений, которые очень ценные и полезные в этом смысле, что там отношения дружбы, да, товарищества. Они там, безусловно, проводятся, и это очень положительно характеризует и автора. Ну, то есть, книга, как художественное произведение, она хороша. Почему? Она отражает нашу жизнь. А жизнь наша такая, некоторая безысходность. Вот все, даже волшебники, у них вся жизнь под угрозой. Никакой гарантии, что будет жизнь нормальной, нету. Человек был какой-то профессор Белко, у него, говорит, морд прицелился. И теперь он, значит, с этой стороны профессор Белко, заикающийся, а с этой стороны вы подойдете, там, морд будет. Страшное дело. Сейчас, ну, проходит лекция, потом, значит, раз, и я приду в следующий раз, а у меня черти что. То есть, эта всякая чертовщина, эта чертовщина вся повылазила. То есть, что вылазило? Повылазило то, что было, ну, самые начальные, первые какие-то верования, которые были. Тогда они были, как всякое начало деятельности человечества, прогрессивные в свое время. Ну, в солнце верили, в ветер верили, в то, что мы победим в своей борьбе с природой. А сейчас, там никакой уверенности нет. Ну, так повезло Гарри Поттеру, так он сохранил себя. И все-таки он победил. Вдруг у него две палочки, оказывается, волшебных. А почему, непонятно. А если у вас нет второй волшебной палочки, все? Ну, то есть, это вот неуверенность. В завтрашнем у меня никто ничего не гарантирует. Все что угодно может получиться. И даже, вроде эти какие-то привилегированные получаются волшебники. Раз они такие волшебники, ну, зачем он тогда еще ходить покупать книжки? Ну, как волшебники, так раз и они есть. Или идут они, на поезде едут они в эту самую школу. У них есть особая платформа. Вот мне это напоминает, особые платформы, которые были. Вот сейчас есть залы официальных делегаций. Вы туда пойдете, в очереди будете стоять за билетом. А можете пойти, если у вас есть соответствующая книжка, или вы какой-нибудь чиновник у вас поставленный, вы пойдете в зал официальных делегаций, где мягкие диваны, где вам билетик принесут на хороший поезд. То есть какие-то такие вот мотивы номенклатурные. То есть есть люди, которые выше нас, другие, и вот там особый мир. И вот эти муглы, они как бы тут проигрывают по сравнению с волшебниками. А волшебники, это вот чем же они у нас выделяются? Откуда такой образ? Этот образ связан с тем, что у нас все устройство сейчас жизни в современном оперализме такое, что есть люди разные, все равные, но при этом одни равнее других. То есть есть люди с деньгами, а есть люди без денег. Вы одни как все перспективы, а если вам нужно лечиться, то у вас может не быть денег, вы умрете не потому, что у вас смертельная болезнь, а потому что у вас не хватило денег на лечение и так далее. И вот люди даже хоть мокаются. Поэтому можно видеть такие мотивы и в сфере общественного сознания. Причем вот спрашивает Роулинг, а какая главная тема в вашей книге? Главная тема у него, говорит, смерть. А у нас эта тема смерти среди молодежи, она и центральная. И целые сетевые, так сказать, устраиваются операции, потому что склонять детей к тому, чтобы они красиво умерли. И тема смерти очень широко распространена. Вплоть до того, что люди там ради селфи забираются куда-то высоко, снимают себя и на этом заканчиваются жертвы. Все помнят вас молодой. Не будет больше фотографий, будет вот фотография молодая, красивая. То есть что-то тут есть хорошее. Но это хорошее и в то же время сочетается с чем? С уничтожением этих молодых людей. И сколько их уже погибло? А посмотрите эти зацеперы. Зацеперы это люди, которые прицепляются, мальчишки маленькие, которые прицепляются к разным очень опасным транспортным средствам. Вы знаете, сейчас в метро не обратили внимания? Между вагонами теперь такое устройство есть, чтобы туда не влез никто. Это много денег потрачено на это, потому что раньше они между вагонами ездили. А там теперь такой вот, в виде там такая стойка и она вот так вот, чтобы туда не влезли. Прицепляются там к началу или на крыше и так далее. Сколько уже погибло людей? Какая ответственность? Значит, поскольку они меньше 16 лет, эти ребята, у них никакой ответственности нет. У родителей, знаете, какая-то 500 рублей за неправильное воспитание детей. То есть как-то разоружены мы в этом отношении. То есть это вот большая проблема, при том, что в мире в любое время, какой бы вы ни взяли, хотите взять феодальную эпоху, хотите рабовладельческую, хотите, возьмите буржуазную эпоху, хотите коммунистическую эпоху. В любой эпохе можно найти отрицательные тенденции в коммунистическое время, можно найти положительные тенденции в буржуазное время. То есть нет такой эпохи, где можно было бы сказать, что вот только положительные или только отрицательные. Нет такого. Вот столько шума по поводу, скажем, репрессий. Но это разве относится к какому-то одному государству? Скажите, что такое государство? Это машина насилия, которую использует правящий класс против кого? Против тех, кто выступает против правящего класса. Рабовладельцы подавляли рабов? Или они приветствовали восстание Спартака? Жестоко его подавляли. А феодалы, как они приветствовали? Там Пугачева и Степана Разина или жестоко казнили их? Значит, что они делали? Для чего создавалось феодальный государство? Подавлять тех, кто за освобождение крестьян. Подавляли жестоко, то есть репрессировали. Пресс давить, то репресс подавлять. Подавили жестоко дворян, которые выступили за освобождение крестьян. Так? Так. Жесточайшим образом. Повесили. А остальных, кого не повесили, отправили в Сибирь. А это были представители знатных родов, между прочим, дворяне, никто не был. И наоборот. Среди дворян оказались люди, которые были за освобождение от эксплуатации. Ленин – это дворянин. А Дзержинский, который вычекал, тоже дворянин. А Маркс – буржуальный интеллигент. А Энгельс? Ну, Энгельс – сын фабриканта. Потом сам фабрикант. Ну, вот в первом же произведении, его известном и большом, с которого начинается собрание сочинений Маркса Энгельса, с книги Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». Он там в предисловии пишет «Я оставил салонные разговоры, красное вино и на три года уехал в страну самого передового капитализма, чтобы пожить вместе с рабочими и описать их жизнь». И вот эта книга и для самого Энгельса стала книгой его жизни, поскольку вся его жизнь была потом посвящена освобождению рабочих. И когда Маркс ее прочитал, он решил заняться политэкономией. Он же сначала как философ выступал. У него была докторская диссертация, посвященная различию философии Тимокрита и Пикура, то есть философии материалистической и идеалистической. А после того, как он почитал книгу Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», он занялся политэкономией и стал идеологом какого класса? Того, которому он не принадлежал. А Ленин прямо писал, что рабочий класс в сфилософии не в состоянии выработать пролетарскую идеологию. Из этого мы, какой должны сделать вывод, что когда мы решаем вопрос о прогрессии и регрессии, о прогрессии реакции и связываем прогресс, скажем, с передовым классом соответствующей эпохи, а регресс с реакционным классом уже этой эпохи, то из этого не следует, что все представители прогрессивного класса прогрессивны в своих действиях. Из этого не следует, что все представители реакционного класса, все реакционные. Наоборот, в реакционном классе всегда есть такие люди, которые смотрят дальше интересов своего класса. И они поднимаются до понимания движения всего человечества, для понимания того, в чем вообще состоит развитие человечества, не ограничиваясь узкими интересами своего класса. Хотя, если вы применяете вопрос, скажем, о эгоизме или неэгоизме, применяете к отдельным личностям, то эгоизм считается отрицательным качеством, да? Вот вы эгоистка, это плохо, если вы эгоистка. А если вы класс, ну класс-то должен бороться за... Вот странно было бы, если вы класс целый, бороться за другие интересы противоположного класса, это как-то вот смешно. Правда? Поэтому классы все эгоисты. Рабочий класс борется за интересы рабочего класса. Буржуазии за интересы буржуазного класса, крестьянство за интересы крестьянского класса. Правильно? Но, когда это применяется, вот такая классовая оценка, классовая позиция к отдельным личностям, это уже не верно. Сколько угодно исторических примеров, которые говорят о другом. Или, если вы примените этот же подход к сфере искусства, то выясняется, что вообще относить какое-то произведение, искусство, просто, так сказать, ставить на сторону какого-то класса это произведение нельзя, потому что в искусстве угасают эти самые классовые борьбы, в известной мере. О нас, это искусство, оно является выражением прогресса человечества. Уже не имеет значения, кто написал и что он об этом думал. Вот Ленин разбирает войну и мир Толстого и говорит, что это матерое человечище Лев Толстой, что он сделал зеркало русской революции, что он это вот первый, так сказать, вот это помещик, который первый крестьянин в литературе. Вот этот помещик Толстой. Но, если он философские его взгляды берет, не как художник его берет, а как его философские воззрения, это, говорит, взгляды помещика, юродствующего во Христе. То есть, если вы берете произведения искусства, вы никогда не можете их судить только по тому, что думал сам художник, что он хотел. Ну, мало ли, что хотел, а что получилось. А получилось великое творение. А, может быть, художник что-то мелкое собирался это делать. И это касается и сферы науки, например. Вот у нас тут памятник Сахарова стоит, в университете стоит. Сахаров крупный физик, очень крупный, он участвовал в разработке ядерной бомбы. И он заслуженно является герой социалистического труда. А его политические взгляды? Ну, его политические взгляды реакционные. Ну, из того, что они реакционные, что следует, что не надо же его по смешищам выставлять. Вы посмотрите на этот памятник какой-то армянин. Придумал этот памятник и притащил его сюда и навязал его, пытался навязать университету. Наш университет от него открещивался. Когда это на эту площадь поставили, чтобы он был и рядом, но и не в университете. И где-то около Академии наук и назвали площадь Сахарова. А что там со связанными руками? Со связанными руками. Весь зеленый, то есть те, кто делали памятник, даже не очистили его от патин. И жена его, Елена Боннер, отказалась вообще даже приезжать на установку этого памятника. Тем не менее, его поставили. И как его теперь называют? Утопленник. Что якобы Елена Боннер его убила, потом бросила в пруд. Он там пролежал на дне. И достали его и поставили сушиться на камень. Ну что, так сказать, это издевательство над человеком, который в своей главной области, в которой он, так сказать, велик, он сделал очень много. Ну а кого волнует там его политичка? Он не политик, и не философ, и не политолог. И поэтому, так сказать, вот не будем к этому относиться так, не оценивать его позитивный вклад в историю развития человечества. То есть жизнь так не устроена, непротиворечиво, что одни вот делают только позитивное, а другие делают только негативное. Жизнь устроена так, что очень часто люди со своими субъективными стремлениями, не самыми, может быть, хорошими, тем не менее, делают значительный вклад в развитие искусств, культуры, литературы и так далее. А другие с самыми благими намерениями, тем не менее, оказались неспособными это осуществить. Значит, если некоторые итоги подводить, значит, что у нас получается? Что социальное развитие — это движение от себя к себе на собственной основе, движение низшего к высшему, простого к сложному. И в этом это движение противоречиво, оно носит интегральный характер. Что в этом движении есть противоположные движения, в самом этом движении. И вот то движение, та тенденция, которая совпадает с направлением развития, называется прогресс. Та тенденция, которая противоположное направлению развития, называется регресс. Или применительно к общественным явлениям. Она является реакционной. Есть силы прогресса. Это силы, которые поддерживают прогрессивные тенденции. Это прогрессивные силы. Они разные. Они меняются. И классовый состав их меняется для разных эпох и для разного времени. И есть силы регресса. Причем люди, относящиеся к прогрессивному классу, могут участвовать в действиях, в противоположных прогрессу. Пример. Великая Вторая мировая война. Это уже время, эпоха, когда буржуазия становится реакционной, рабочий класс становится прогрессивным. Ну а кто пришел в составе гитлеровских войск сюда? На территорию Советского Союза. Кто убивал? Кто сжигал в печах? Это что делали буржуазии? Или это были рабочие в основном? Или, если мы возьмем вьетнамскую войну, американо-вьетнамскую войну, кто отрезал головы вьетнамским воинам или мирным жителям? Кто на палом поливал их жилища и людей? Кто там воевал? Что там? Воевали богатые капиталисты, что ли, из Америки? Более того, даже структура национальная такая, что процент негритянского населения среди воюющих во Вьетнаме выше, чем процент самой комиксы Соединенных Штатов Америки. То есть, как умирать, то на первое место тогда появилось больше людей чернокожих. А как только, значит, нельзя деньги получать, тогда другой состав уже классовый. То есть, так вот, неустроенная история, что если в целом класс там прогрессивный, или, допустим, есть угнетенная часть населения, то она не участвует в закреплении угнетения других людей. К сожалению, люди малограмотные или неграмотные могут, или не вполне сознательные, они могут сослужить отрицательную службу и поддерживать реакционные силы. Вот это мы наблюдаем и сегодня. А кто участвует вот в этом движении террористов? ИГИЛ с кем работает? С молодежью. С какой молодежью? Конечно, она глубоко погружена в этот самый, в религию. И в такие ветви этой религии, которые связаны с экстремистской деятельностью. И люди же идут на смерть, как бы за, свои религиозные какие-то, так сказать, взгляды. И они подвергают, они убивают других людей просто потому, что они с точки зрения, вот, воззрения этих религиозных, не являются приверженцами, а значит, являются неверными. А неверных надо умерщвлять. И эти же смертники, это не то, что надо за ними гоняться и их убивать. Они сами себя убивают. Поэтому, вот мы здесь, когда мы обдумываем такие вещи и говорим, что в целом, вот это увеличение, так сказать, значения религии, и, так сказать, вот такой пресс по отношению к атеизму, что, я говорю, у нас все верующие, мы все верующие. У нас все думают, только у нас один Бог, у вас другой Бог, у вас третий Бог, у вас четвертый Бог. Это может привести к кровавой ретне. То есть, вопрос о борьбе сил прогресса и сил реакции, он, с одной стороны, имеет классовую основу, но не исчерпывается ей, потому что расстановка, кто на какой стороне стоит, зависит от всяких других факторов. То есть, можно говорить о социальных действиях прогрессивных сил, противостоящих прогрессу. Бывают такие прогрессивные силы сами по себе, и они вдруг могут выступать против прогресса. А бывают какие-то реакционные силы, но они содействуют прогрессу в том или ином вопросе. Бывает, потому что борьба противоположности предполагает единство противоположных сторон. Значит, бывает совпадение в том, что вот такие-то реакционные силы могут совершать прогрессивные действия. Поэтому надо еще различать носители, представители и выразители противоположных социальных тенденций. Кто носители, кто выразители, кто представители. И эти носители выразители и представители уже могут быть не классовыми, а персональными, поскольку человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Отдельные личности могут переходить с занимаемых социальных позиций на противоположные. Поэтому необходимость классового анализа для всесторонней характеристики социально-активной личности необходима, но это недостаточно. Недостаточно, потому что на какой стороне будет та или иная личность стоять, и это определяется уже тем, что записано в тейсах Маркса и Афирбахи, что каждый отдельный человек из продукта обстоятельств и воспитания. Как он воспитан, каковы складываются обстоятельства, поэтому нужно думать об изменении обстоятельств. Вот особо, скажем, заключение остановлюсь на вот этой проблеме терроризма. Вот я был в свое время в Дагестане. Был я там в связи с тем, что больше всего там распространяли газеты «Народная правда». И очень там была тихая и мирная обстановка, исключительно, вот еще в начале 90-х годов. В Дагестане, можно сказать, был рай, в том смысле, что там такие молодые ребята, такие красивые. Если у нас там хорошо подтягиваются, там они просто, ну, просто очень красиво было смотреть на пляжи около Каспийского моря, как они в Махачкале, какие делают спортивные упражнения. И на площади центральной, где вишни растут, они катаются не на ногах, как у нас на этих досках, на скейтборд, а на руках. И очень это дорога. То есть идиллическая жизнь. Но там промышленность-то уничтожена. Молодежь. То, что мы наблюдаем, разрушение промышленности, которое вообще прошло во всех наших областях России, особенно прошлось очень резко по всяким окраинам. В Дагестане промышленность уничтожена. Я был, также проезжал через, там, селения и города в районе Дамбаи. Где-то та же самая, Карачаево-Черкесия. Там то же самое. Закрытые коровники с глазницами пустыми, диявие, закрытые предприятия, где была занята эта молодежь. К молодежи негде работать. Приходят люди, вооруженные деньгами, и говорят, идете на учебу. Будем вас учить. Чему будем учить? Будем учить исламу и будем учить военному делу. И будем платить стипендию. А людям не на что жить, потому что работы нет. Молодежи не на что жить. И учат их. Год учат, два учат, три учат. А теперь, говорят, надо уже выполнять. За это время их научили тому, что вот есть такая задача, так сказать, вы должны ради, так сказать, вашего бога или нашего бога умереть. Зато вы сразу в рай. Тем более их все время оплачивали и обещают, что так, это будет вам приятно и хорошо. А они верующие, они верят. Ну, что нужно делать? Ну, конечно, мы боюем там с терроризмом, с террористами. Мы, как говорится, уничтожаем террористов, потом обнаружим, что террористу было 18 лет. Или этому, как говорится, бандитам было 22. Нет, я говорю, вот это не только в этом случае и раньше. Так вы сделаете сначала там достаточное количество рабочих мест, чтобы они могли работать и не были бы жертвами этого самого заговора террористов, который против нашей молодежи. Надо обеспечить. А если у вас безработица, если вы не даете им рабочие места или они могут учиться, значит, они попадают в другую ситуацию. В ситуацию отчаянную и потом идут на отчаянные поступки. То есть нельзя эту проблему решать только методами, так сказать, подавления чисто насильственного. Нужно решать вопрос в том, чтобы наша молодежь могла получить и улучшение своей жизни, и улучшение зарплаты. Ну, мы же наблюдаем, что у нас снижение реальных доходов по всей России. И где оно прежде всего? Наверное, на окраинах большее происходит снижение, потому что там нигде работать. Ну, в Ленинграде люди найдут работу, особенно в связи с тем, что тут оборонные предприятия сейчас начинают действовать. Там в том же Нижнем Новгороде задействовали предприятия, а иначе люди, так сказать, на фоне разорения и обнищания могут пойти на отчаянные поступки. Ну, вот к каким мыслям мы обращаемся, когда рассматриваем тему социальный прогресс и социальный регресс. И главное, что я хотел бы сказать, это мы не должны это примитивно и очень одноплоскостно рассматривать, что вот это вот прогрессивный класс, там все прогрессивные, а это реакционный класс, все прогрессивные. Это неправильно. В целом, по интересам своим, да. А вот что конкретно и какие люди действуют, это во второй большой вопрос. Спасибо за внимание. Продолжение следует...